Что сейчас? Есть ли понимание по количеству врага, которые до сих пор находятся в нашей стране, по количеству техники? Расскажите. Ну, это немалые силы, то есть это не какая-то небольшая диверсионно-разведанная группа, которая зашла и лазит по нашим лесополкам. Это войсковая операция, целое подразделение для этого наступления. Противник готовил несколько механизированных и мотострелковых бригад, которые сейчас стоят в три эшелона. Один эшелон, собственно, наступательный, который находится на нашей территории. Второй эшелон – это подразделения, которые стоят за границей в Сумской области. Ну и третий эшелон – это эшелон резерва. Соответственно, идет поддержка и артиллерии, идет поддержка пока не такая массивная эфпи-дронами, как, допустим, на Волчанском направлении, но, тем не менее, они уже здесь появляются. Собственно, машина Евгения Поддубного была атакована именно эфпи-дроном. И идет постепенная попытка наладить логистику вот этой группировки, которая вторглась на нашу территорию. Им нужны боеприпасы, им нужны продукты питания, им надо вывозить раненых, эвакуировать сотни убитых. Работать нашей авиацией здесь крайне тяжело. Киев стянул к этой операции большое количество средств противовоздушной обороны, как советского образца эффективного, так и западного, тоже некустарного производства. И каждый вылет – это риск быть сбитым, это постоянные пуски по нашим самолетам и вертолетам, это постоянное облучение системами противовоздушной обороны. Бои идут тяжелые, обстановка очень напряженная, непростая. Будем следить за развитием событий. Саш, по резервам есть ли понимание, насколько безграничен этот резерв со стороны ВСУ, какое количество соединений стянуто к нашей границе и переносить войну на территорию России? Это что бы что? Только ли это очередной пиар-ход? Ну, я не сказал бы, что это очередной пиар-ход. Он отличается от того, что мы видели раньше, допустим, на Белгородском направлении в Мартик, где, кстати, мы вместе с Евгением Поддубным и работали. Потому что тогда была такая некая ширма фирм-прокладок, запрещенных в России, типа РДК, легионов всяких батальонов сибирских и так далее, и так далее. И они тут же начинали вбрасывать в сеть какие-то пропагандистские ролики. Здесь мы этого не видим. Здесь Киев даже не стесняется того, что на территорию России зашли подразделения вооруженных сил Украины. Это большие силы. Начальник Генштаба вчера озвучил цифру в тысячи человек. Но надо понимать, что с той стороны границы это еще несколько тысяч. Это десятки единиц техники и ПВО, и целое подразделение ФПВ-дронов, которые постепенно подтягиваются. По части количества солдат ВСУ, которые прямо сейчас орудуют на территории нашей страны, неофициально совершенно отказываемся от аббревиатуры, формулировки и букв ДРГ. Это, конечно, никакая диверсионная, неразведывательная уж точно не группа. Это крупная общевойсковая операция на территорию нашей страны. Зашли вооруженные силы Украины. Зеленский этого не стесняется. Его советник Подоляк сказал даже круче. Таким образом мы пытаемся усилить свою переговорную позицию. ОМТВЮА про Головне. Зеленский сегодня сообщил, что главная задача Украины, удивительные слова, главная задача Украины в этом году является создание и написание контуров для мирных переговоров с Москвой. И эти люди шарахнули по Курской области в нашей стране. Но что американцы еще раз дали понять, бить по России нельзя. Ну, мы исходим из того, что бить по России нельзя пока. Мы осознали себя продолжателями дела гигантов, титанов. Воевать со всем миром. А когда Россия поступала иначе? Да для нас война естественное состояние, а не мир. Для нас, для людей. Да, многие думали, что мы стоим на колене. А мы берцы перешнуровывали. Не, не только. Мы думали о себе, знаете, в позе мыслителя. И, наконец, мы поняли что-то про себя. И когда нам говорят, вот вы такие, да, мы такие. Да, мы народ-победитель. Да, мы народ-освободитель. Да, мы катихон. Да, мы установим добро силой своих кулаков. И да, так как русские никто не умеет побеждать. И так как русские никто не умеет принимать смерть. И да, умирая, но не сдаюсь, написано кровью только на русском языке. И да, у нас последняя граната для себя. И да, мы не боимся смерти. Она все равно неизбежна. И смерть не страшна, а страшно бесчестие. Да, мы победим. Потому что наше дело право. И потому что с нами Бог. И за эти 300 дней мы увидели истинную цену окружающего мира. Приоритетная задача на 23-й год. Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на восток. Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск, мобилизованных граждан, и комплектование новых формирований к концу года до 521 тысячи человек. Там же электростанции заканчиваются. Скоро будет не, почему бить? В чем проблема? Уничтожить правительственный квартал Килы. Нам требуется усилить удары по инфраструктуре. Почему? Потому что до сих пор не разрушались подстанции мощностью 750 кВт. Соответственно, если мы хотим выиграть в затяжной войне, нам нужно бить именно по этим объектам. Вовремя. Конечно, которые находятся в среде жилых кварталов. Не сейчас. Но прожилые кварталы. Потрясающе. Третий момент. Сами граждане Украины признают, что на Украине погибло ничтожное количество мирных жителей. И то в результате ударов ракетами зенитных установок. Никто не вспоминает ни про Бучу, ни про прочие инсценировки. Более того, даже так спустя, заметая пот, поглядят, ну да, это была инсценировка. Любое наше проявление гуманизма они воспринимают как нашу славу. Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Послушайте, что говорит Верховный комиссар ООН по правам человека. Она сказала, в селе Ягодное Черниговской области российской военной 28 дней удерживали 360 человек. В том числе 74 ребенка и 5 людей с инвалидами. Вопрос будет заключаться в том, чья экономика дольше будет держать доходную составляющую. Украинская основная экономическая база в том числе является сельское хозяйство, сельскохозяйственная составляющая. Это очень важный фактор, особенно после того, как фактически зерновая сделка сейчас надействует. То есть она отменена, но зерно из Украины поставляется. ОМТВЮЭЙ. ПРО ГОЛОВНЕ. Украина чуть побольше, чем в Московской области. Каждый день у них танки, 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 танки. Сухие пайки везде валяются, американские. И прямо идет оснащение конкретно Запада. Если бы, мне кажется, тут воевали чисто украинцы, как вот они себя называют, националисты, вот эти вот, то, мне кажется, война закончилась за 2-3 дня. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина, ну подавили эти огневые точки, вот мы рекламную паузу это обсуждали. И Киев будет взят так быстро, полтора-три дня. Два дня, а потом падение города. Уничтожило за пару дней. Катастрофа в СУ в районе Киева. Осталось буквально несколько дней, как вы знаете, танки на подходе к Киеву. Уже танки в Киеве, они рассказывают о сгоревшей вате, о перемохах. Сутки еще будут продолжать. Да, еще, я думаю, да, процесс идет. Танки уже возле Киева. 3-е, 5-е, максимум 8-е марта уложатся. Зачистка Харькова будет завершена завтра. В следующей неделе закончатся военные действия. Все решится в ближайшие 2-3 дня. С нами Бог. Мы русские, с нами Бог. А что там глазами очевидца, не вот этими победными реляциями? Реально, что там происходит? Глазами очевидца, значит, надолго мы завязли. С той стороны воюют хорошо, особенно хорошо работает артиллерия. Ребята очень много перемалывают именно артиллерия. Очень много осколочных ранений. Вот, это основная масса. Значит, второй вариант, это слабая у нас радиосвязь. Самая поганая. Вот, и, конечно, обеспечение. И третье, слабое взаимодействие войск. Вот, к сожалению, все это есть. Мы сейчас, спецоперация, наконец наступит 42-43 год, когда начнется же какие-то уже нормальные, нормальное ведение войны, не спецоперации, а войны. Это война. Вот. И, наконец-то, будут уничтожаться железнодорожные узлы, дороги, значит, добьют, наконец-то, все аэродромы противника. Хотя там говорят, что они уничтожены. Это неправда. Дроны поднимаются, вертолеты поднимаются. Вот. Соответственно, поставки вооружения, техники из-за границы осуществляются с большой периодичностью. То есть, с чистотой. Все это есть. Почему это не уничтожается? Для меня большая, огромная загадка. Кинули войска в лоб и думали, что вот так сейчас они все разбегутся. Как в 2014 году, когда они в карты попадали и в панике там, да, не знали, что делать. Сейчас другая у них армия, совсем другая, подготовленная, четкая, артиллерия пристреленная, вот и все. То есть, ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО. Это не Украина, это НАТО. Это все их мощности, которые сейчас против нас. Все их оружие, все их вооружение, все их экипирование. Соединенными Штатами Америки круглосуточно они по железной дороге поставляют оружие круглосуточно по земле. Может быть, даже до ночи еще, но уже темное время суток, подойдут к предместиям Запорожья. Все больше и больше сообщений о том, что российская техника в Киеве. Похоже, что за сегодняшние сутки полностью Харьков под контроль взят не будет. Возможно, эта зачистка Харькова будет завершена завтра. Я не думаю, что Киев будет штурмовать Росгвардии, а вот зачищать, брать под контроль, под полный контроль, чтобы не было такого то взяли, то не взяли, переходные периоды. Что у них есть? Посмотреть на этот бюджет военный украинский. Американцы сбросили им списанные катера. Ну, уберите их. Они, грубо говоря, похерили свой флот, свои ВВС, свои самолеты. У них ничего нет. Чем они будут воевать? Старыми просроченными снарядами. У них есть достаточно снарядов для своих. Достаточно патронов, достаточно запчастей. Только то, что осталось, из нее на складах советских. Больше ничего. Так что все эти угрозы. А новой, обеспеченной современными вооружениями армией, это глупость. Работа на публику. Пусть они сделают хотя бы одну ракету, которая будет летать. Посмотрим. Пока ничего путного они не смогли сделать. Завершили также окружение вот этой группировки, основная, которая стояла под Донецком. Ни одного города не взяли. Ни в одном городе не сменилась власть. Наоборот. Все, что происходит, только укрепляет власть в городах. Так какой оперативный план был? Мне не докладывали. Дмитрий Ленский сегодня сообщил, что главная задача Украины, удивительные слова, главной задачей Украины в этом году является создание и написание контуров для мирных переговоров с Москвой. И эти люди шарахнули по Курской области в нашей стране. Продолжение следует... Продолжение следует...